Священник Александр Волков, предстоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, ответственный редактор журнала Московской Патриархии. Журналу Московской Патриархии 90 лет. Это серьезный срок для любого печатного издания и для светского, ну а из церковных изданий журнал Московской Патриархии, наверное, самый старый. Журнал Московской Патриархии начал издаваться в очень непростое советское время, в 30-е годы, затем издание было прерывно, потом изобновлено уже в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, и он был единственным источником информации о жизни церкви для миллионов верующих, для тысяч священников, и, конечно, у него очень в этом смысле славная и ответственная история его советского периода. С изменением ситуации в стране и с увеличением числа средств массовой информации, в том числе церковных, конечно, журналу Московской Патриархии выпала совсем уже иная доля, уже не быть единственным рупором церкви, но регулярно фиксировать и освещать деятельность предстоятеля церкви и предлагать своим читателям ту, как сказать, церковную линию рассмотрения самых разных вопросов, в которой нуждаются наши православные верующие. Мы стараемся сейчас обращаться в первую очередь к священникам, к священнослужителям, потому что в нашей церковной среде много различных направлений такой журналистики, но вот именно так, чтобы кто-то обращался непосредственно к священнику со всеми его нуждами, обстоятельствами, вопросами, и такого вот издания, такого рода одно, это журнал Московской Патриархии. Поэтому такая у нас сейчас очень ответственная задача свидетельства о вере, во-первых, и во-вторых, донесения официальной позиции церкви и разговора со священником русской церкви, у нас много тысяч священников в нашей церкви, и о том, что им важно и нужно. Редакция — это же довольно большой и технологический сложный процесс, который нужно организовать и устроить. И в этом процессе нужно, чтобы были люди, которые все этапы, детали этого процесса, они бы контролировали, следили за этим, за всем. Я просто организовываю все эти процессы внутри нашей редакции таким образом, чтобы все работало, и чтобы текст нашего автора, который приходит на, скажем, адрес электронной почты, чтобы он в результате бы оказался в журнале на его страницах. А это целый довольно длительный процесс, который, впрочем, всегда очень сжат, потому что журнал выходит ровно раз в месяц, и тут у нас всегда очень четкие, очень строгие сроки, и, соответственно, весь процесс технологический должен быть отлажен до дня, то есть когда кто пишет материал, издает его, редактирует, дальше целый процесс подбора фотографий, верстки, отсмотры, редактуры, рецензии, корректуры и так далее. В общем, это все требует постоянного наблюдения и контроля. Что касается свободы слова, я скептически отношусь к свободе слова. В целом и в церкви тоже. Возможность говорить свободно, не опасаясь за свою жизнь или за свою, так сказать, свободу физическую или какую-то еще, это удел тех людей, которые говорят умно и осознанно. Вот я так полагаю, что вот свобода высказывать свою позицию, это всегда свобода ответственности, это всегда свобода понимания того, что всякое сказанное слово вылечет за собой некий ответ. Если так человек устраивает свое публичное выступление, неважно, печатное, устное, какое-то не было еще, электронное, то тогда он, я убежден в этом, не рискует попасть под какие-то санкции, рестрикции, что-то еще. Церковь всегда говорила и будет говорить человеку правду о самом себе. Для этого церковь, как институция, для этого церковь существует. Для того, чтобы говорить правду человеку о человеке. Мы вот с вами встречаемся в такие рождественские, богоявленские дни, и сейчас у нас на слуху евангельские слова и призыв Святого Претечи Спасного Иоанна Крестителя о покаянии. И первые слова Христовы, обращенные им к людям, были также слова о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот этот призыв к покаянию является на самом деле самым главным призывом, единственным призывом Церкви. А призыв к покаянию это всегда призыв к правде. Это всегда призыв к правде перед самим собой и перед теми людьми, которых мы называем своими родными, близкими, любимыми. И поэтому здесь человеку всегда нужно отчетливо понимать, что если он человек, живущий в Церкви, живущий таким церковным сознанием, то он всегда призван говорить правду. Это та миссия, которую Церковь осуществляет. Но она, на мой взгляд, не имеет какого-то прямого отношения к теме свободы слова. Это именно проповедь, это слово, слово о Христе. Я не думаю, что я чрезвычайно занятой человек по сравнению со многими другими людьми, которые трудятся в Церкви на порядок больше и как-то тяжелее, чем я. Да, у меня действительно есть по Церкви послушание, задачи, которые я стараюсь по мере сил честно решать. Но они не то, что какие-то запредельно тяжелые. Они все очень радостные. И то, что связано с издательством этого нашего журнала. И, конечно же, в первую очередь, это мое служение здесь в храме, общение с людьми, молитва с ними, совершение Евхаристии и все, что включается в это все. Но это же радость. И когда ты чувствуешь усталость от своей радости, от того, что тебе доставляет какое-то внутреннее духовное удовлетворение, ну это же, мне кажется, самое главное в жизни. Поэтому от этой радости невозможно так вот устать. Физически бывает, что тяжело, но это все отдохнешь и вперед дальше. А что касается семьи, то опять же, это вторая часть жизни. И в ней тоже в основном радость и какие-то дела, без которых ты просто жить не можешь. Это суть твоей жизни. Мне кажется, что родители иногда берут на себя чрезвычайную, ненужную, повышенную ответственность за выцерковление, скажем так. Даже не выцерковление, а за опыт веры своих детей. Я думаю, что это не очень правильно, потому что каждый человек, даже и будучи ребенком, но и тем более, когда он вырастает, он имеет право и возможность сам самостоятельно выбирать путь своей жизни. Каким бы он нам ни казался, правильным, неправильным, если мы можем быть согласны, как родители, мы можем беспокоиться и болеть за своего ребенка, но это его путь, его выбор. Конечно, мы желаем нашим детям только добра, и каждый родитель желает своим детям только добра. Но желание добра не должно соединяться с причинением этого добра, потому что, когда мы причиняем добро, то мы очень сильно человека портим и мешаем ему в своем свободном выборе. А когда идет речь о таких тончайших и деликатных вопросах, как тема веры, веры в Бога, как тема жизни в церкви, то вот здесь, конечно, мне кажется, лучше отступить на полшага, чем, наоборот, приступить на полшага. Господь дает каждому человеку, мне кажется, свою скорость в движении к нему. Иногда эта скорость бывает синхронной с нашей, и мы вместе как-то идем. И это все легко и просто. Иногда у человека возникает какая-то своя скорость, и он тормозит где-то. И мы идем-идем, а человек еще там, где-то там за поворотом. И бесполезно его к себе тащить, поговорить пойдем скорее за руку брать. Ты же как же ты там, ты же там в церкви, ты же там такой-сякой. А человеку это не нужно, у него своя скорость в движении, Ему это неестественно, и поэтому здесь тоже нужно подождать. Господь каждого человека коснется и обязательно его приведет к себе, если человек сам этого захочет. Поэтому, что касается воспитания и воцерковления детей, то вот эта церковная позиция, она существует уже на протяжении тысячи, двухтысячелетий практически. И она остается всегда неизменной. Эта позиция вот в ответственности за другого человека. То есть мы понимаем, что для любого человека есть безусловное благо в том, чтобы он стал православным христианином. И это не вопрос выбора. Детей, за которых мы отвечаем перед Богом, мы крестим в православии. Мы их воспитываем в православной культуре, в православной традиции, в основах православного вероучения. Мы прививаем им настолько, насколько мы можем это сделать. То, что мы знаем о вере, мы делимся своим опытом веры. И это очень важно, потому что мало человеку просто сказать, что это такое, рассказать ему про символ веры или еще про что-нибудь. А важно поделиться своим личным опытом. Поделиться значит сделать так, чтобы человек, твой сын, твоя дочь увидели бы, каков ты христианин. В твоих глазах бы увидели Христа. Это сложнее всего. Вот это я вам говорю совершенно ответственно, потому что гораздо проще говорить о вере с людьми незнакомыми или малознакомыми, с теми, кто приходит сюда в храм, чем пытаться беседовать о вере со своими родными детьми. Это колоссальная сложность. Колоссальная. Христиане нужно жить трезво. Оценивать себя и свои духовные возможности, так сказать, прямо, открыто. И, конечно, не ожидать никаких откровений от Бога. Потому что если мы будем от них ожидать, то, скорее всего, в нашу эгоистичную и тщеславную душу зайдет дьявол, который представится в образе ангела, и нам будет что-то такое казаться. Вообще, вера – это не то, что кажется. Вера – это, в первую очередь, твои дела. Во-вторых, это твоя молитва. И опыт молитвы – это важнейший опыт любого христианина. Я думаю, что Бог никогда не играет с человеком в прятки и никогда не играет с ним в какие-то загадки. Бог не устраивает человеку загадки. Если человеку нужно что-то про себя и про свою жизнь понять, он это поймет совершенно точно. Так, что ему на сердце ляжет это понимание. У Бога, по прекрасному слову митрополита Антонио Суржевского, нет других рук, кроме наших. И по отношению к нам тоже у Бога нет других рук. И мы, если хотим от Бога получить какой-то ответ, то мы должны обращаться к человеку. И тогда мы от человека, несомненно, через человека услышим тот правильный в своей жизни ответ, который позволит нам идти к спасению. Субтитры создавал DimaTorzok